Всем привет! Сегодня у нас 17 мая, пятница. Завтра 18. Завтра день рождения у моей двоюродной внучки, у Лизы в Уфе, 3 годика. Так, что я делаю? Решила вам снять разговорное видео, потому что вы просили. Телефон держу не пальчиками, а на штативе на маленьком. Только надо держать крепче. Надеюсь, будет меньше трястись. Так, здесь я собираюсь. Вот налила масло. Ой, горячее. Я уже выключила пока, потому что решила видео снять. Вообще, я тут собралась баклажан пожарить в мультиварке. Сначала чуть-чуть обжарю, потом закрою крышкой, чтобы потушилось немножко. В общем, собираюсь на ужин, баклажанчик будет. Мне, наверное, этого, в принципе, достаточно. Потому что мы недавно фрукты ели, чай пили. Так, чем я занимаюсь? Время 20.30. Девятого уже вечер. А я еще только ужин собираюсь готовить. Но я надеюсь, что мы частиков 9.30 перекусим. Я посмотрю. Я, может быть, еще и не буду есть, потому что для меня поздновато полдесятого ужинать. Может быть, вообще не буду. Кефирочек попью и все. Так, на улице плюс 9.30. Тучек нет. Значит, завтра будет более-менее хорошая такая будет погода. Вот. И тут вот под окном лесочек, в котором мы гуляем регулярно. Именно вот эта серединка. Этот лесок находится между двумя шоссе. И поэтому мы в нашем лесу не гуляем, который рядом, прям вот за домом старца. Потому что тут дома рядом, и там с собаками гуляют много. Туда далеко тоже не ходим, потому что там тоже новый микрорайон. Ну, там район уже Красногорский, не наш. Там это микрорайон, ну, Путилково, Красногорский район. Даже не знаю, Путилково это населенный пункт, короче, Путилково. Не знаю, это поселок или что это. Вот. Но это Красногорский район, это уже не химки. А мы ходим вот этот маленький клочок леса между двумя шоссе. Со стороны больницы тоже забор. Вот здесь вот, где вот этот новый дом, новостройка, где вот эта площадка, новостройка, здесь тоже забор. Поэтому в этот лес никто не ходит практически. Вот мы сегодня там гуляли полтора часа. За полтора часа встретили двух бабушек, деда одного и еще парень. На велосипеде катался. А, потом еще семью с ребенком одну встретили. И все. А если гулять в нашем лесу, то народу, конечно, побольше будет. А если раньше мы ходили вот туда подальше гулять, где новостройка, до конца леса, прямо туда, до оврага, там такой красивый вид открывается. Там какое-то село Архангельское, что ли. А, Рождественное. Вот. И район Митино, Московский район. Там выходишь как бы на холм, внизу овраг. И вот внизу в овраге это село. Такая деревня дальше, вот это село и Митино. Ну, такой вид красивый. Но сейчас там новые дома понастроили. Мало того, что понастроили, их уже заселили. То есть народу там дофигища, мы теперь туда не ходим. Ходим вот в этот маленький клочок леса. Остался у нас более-менее такой свободный. Так, ну что, ребятушки. Время полдевятого. Солнце на закат. Я думаю, что завтра будет хорошая погода. Ну, завтра понедельник. В понедельник, как всегда, много дел. Я посмотрю, ребята, если у меня завтра будет настроение, может быть, выйду в эфир. Потому что завтра я все равно целый день буду дома. Одна. Ну, единственное, что сын, может быть, спать будет с утра. Хотя нет. Он же ездил у меня же это... По лесам нашлялся куда-то, ездил. Вот. Короче, его укусил клещ. Клеща ему вытащили. Отправили на исследование. Короче, клещ оказался не энцефалитный, но с бурлиозом. Как-то вот так. Короче, клещ немножко заразный. Ему, короче, завтра надо идти в поликлинику кровь сдавать на всякий случай. Чтобы никакую заразу не подцепил. Ну, энцефалита... Клещ не энцефалитный, но с какой-то болезнью. Поэтому, чтобы ничего не произошло, завтра пойдет кровь сдавать с утреца. Я посмотрю, если настроение будет, может быть, в эфир выйду. Хотя у меня, в принципе, много дел. Мне нужно будет в магазин сходить за продуктами. В квартире убраться. В общем-то, дел у меня много. В общем-то. Так. Что вам? Ну, вот я тут вот последние дни. Честно говоря, у меня пропало настроение выходить в прямые трансляции. Потому что рассказывать особо нечего. Ничего не происходит. Никуда не езжу, не хожу. Кстати, написала заявление на отпуск с 10 июня. Ну, потому что у меня по графику... Ну, правда, хорошо, что две недели всего. Если вот отменят, если разрешат передвигаться по стране, то, возможно, куда-нибудь, может быть, поеду. Посмотрим. В Питер мы навряд ли поедем, потому что... Ну, хочется, конечно, в Питер. Но там будут закрыты музеи. Они, наверное, в июне еще не откроются. Поэтому ехать в Питер смысла нет. Может быть, я на недельку в Башкирию съезжу в июне. А август оставлю. В августе у меня еще две недели. И, может быть, тогда в августе в Питер. Хотя, честно говоря, в июне в Питере получше. Ну, там белые ночи, можно гулять допоздна. Но посмотрим. Только вот какой смысл, если музеи начнут работать в июне, то какой смысл тогда в Питер ехать? Может, даже если мы будем где-то гулять за городом, там, в Петергоф, если поедем. Кстати, мы во дворце не были внутри в Петергофе. Мы только входной билет оплатили, 400 рублей. Ну, и ходили там по территории, гуляли, фонтаны смотрели. А вот в сам дворец мы не заходили. А теперь, если у меня, мне по удостоверению, там можно бесплатно проскочить, то можно было бы сходить посмотреть, честно говоря. Ну, ладно, посмотрим. Я же хотела вам рассказать, чем я занимаюсь. Я же говорила, что у меня пропало настроение выходить в прямые трансляции, потому что ничего не происходит, рассказывать особо нечего. Каждый день похож на предыдущий. Ну, там достаточно раз в месяц выйти, новости рассказать и всё. Вот. Ну, что вот даже... А что снимать? Каждый день одно и то же. Вот эта еда... Короче, с выпечкой я завязываю, потому что я тут поправилась сильно, пока вот дома сидим. Это я дома сижу с 15 марта, уже третий месяц пошёл. Вот за два месяца я поправилась на 10 килограмм почти. Ну, не на 10, на 8 где-то. Может, на 7 с половиной. Всё равно много. Вот. А если учесть, что я ещё и в прошлом году поправилась, килограмм на 12, то в общей сумме уже килограмм на 17-18 я поправилась за два года. То есть ещё чуть-чуть, и будет лишний двадцатник. А мне это как бы совсем ни к чему, так что я с выпечкой завязываю. Поэтому мне теперь снимать вообще нечего, если только готовку обычную. Надо переходить на супчики, салатики. Вот. Кстати, на штате телефон держать удобнее. Мне кажется, он даже меньше трясётся. Там дело уже, закат уже, солнышко уже село практически. Сейчас темнить начнёт. Время без 29. А, я ещё хотела рассказать, чем я занимаюсь. Слава Богу, у меня появилось настроение. Я начала разбор шкафов. Вот, например, в какой-то день я встала рано утром, решила навести порядок вот в этом своём ящике. У меня тут там косметика, лаки, тетрадки, там конверты, ну всё такое, таблетки. Вот. Представляете, вот из одного вот этого ящичка маленького на кухне я набрала целый, где-то пол пакета мусора. То есть там только одних писем от родственников, штук 40, наверное, выкинула. И зачем я их туда складировала, непонятно вообще. Так, что ещё я делала? Сейчас я вам покажу. Так, это коридор. Мне ещё надо разобраться вот с этими коробками. Ну вот эту большую коробку надо выкинуть. Она пустая, в коридоре стоит. А тут ещё коробок 10-12 с обувью. До обуви я ещё не добралась. Тут сверху какие-то пакеты были навалены. Со шмотками, которые я всё собираюсь кому-то, кому-нибудь отдать. То, что мне не нужно. Я вот ещё два пакета даже оставила. Короче, всё повыбрасывала, оставила два пакетика. Я там кому-то что-то обещала отдать. Чем я ещё занималась? Навела порядок вот в этом шкафу. Тут было очень много старых ненужных вещей. По крайней мере, я его пока ещё не освободила. Но я теперь сюда... Видите, верхняя полка вообще пустая. Тут мои брючки, тут светорочки. Тут платки, шарфы, трусы, носки. Ну, тут пильё тоже. Тут одна полка, правда, сына. Это его полотенце, тут его футболки. Тут внизу мои. Вот опять на нижней полке тут мои шарфы. Палантины. Две юбки оставила. Штуки две-три выкинула, две оставила. И внизу швейная машинка, которой я не пользуюсь. Этой машинкой пользуются муж с сыном. Подшивают себе эти джинсы. Так, надо свет выключить. Вот пока... Ну, вот разобралась только в одном шкафу и в одном ящике. Там в этом же шкафу... У меня... Короче, вот в этом же шкафу, который в коридоре... Сейчас я вам покажу. Тут, короче, вот половинка шкафа, а мои шмотки висят. Короче, там надо порядок наводить. Потому что, видите, шкаф уже не закрывается. Там этих вешалок у меня... Не знаю, что 15-20. Столько барахла, что уже шкаф не закрывается. Я, короче, хочу всё это разобрать. Всё, не нужно выбросить. Надо перебрать своё шматьё. Вот. Переберу свои... Там у меня в основном висят платья. Всякие красивые, штук 10. Во-первых, они все разных размеров. Начиная где-то от 52-го и до 58-го. То есть, надо рассортировать... То есть, поближе подвинуть 58-ю сейчас я ношу. 56-ю, может быть, влезу, если килограмм на 5 похудею. Короче, надо всё это примерить. По размерам развесить. 52-ю брать подальше. А то, что совсем старое, уже вышедшее из моды, вообще выкинуло. То, что уже не буду точно носить. Я как-то выбрасывала, перебирала годик назад. Но я так чувствую, что нужно ещё раз перебрать. Там какие-то коробки внизу накопились. Короче, вот переберу я вот этот... Вешалки свои все проверю, что там висит. Потому что висит много, шкаф не закрывается, носить нечего. Там примерно, я так прикидываю, где-то процентов 25-30 шмоток надо выбрасывать. Хотя бы раз в 5 лет. Потому что, ну, лучше каждый год ревизию делать. Ну, хотя бы раз в 3 года, там, раз в 5 лет перебирать эти шматьё, выбрасывать. Обувь. Вот разберусь в этом шкафу, где висят платья. На днях как-нибудь, может быть, завтра я с успею. Поэтому я не хочу тратить час-полтора на трансляцию. Лучше я чем-то полезным займусь. Разберу свои шкафы, до которых руки у меня не доходят. Да и на кухне тоже. Я вот помню, как-то год назад, когда я тут вот мыла эту стенку, сервиз мыла свадебный, я тут все полки разобрала. Но мне кажется, не все. Я вот там в некоторых ящиках так не разобралась до конца. По-моему, там в парочках ящиков у меня не затронутые остались. Там девилки ложки лежат, и еще один шкаф там внизу не разобрала я в тот раз. Вот. Потом я займусь обувью. В прихожке вот этот бардак весь надо убирать. У нас специальных... В прихожке нет специальных ящиков для обуви. Вот куда все это убирать, непонятно. Стоит одна маленькая тумбочка, туда ничего у меня не помещается. А вот так вот в коробках оставлять. Ну, короче, процентов 30 обуви я завтра, если успею, выкину. Процентов 25. Одни там туфли новые, жалко выбрасывать. Я их племяшке, может быть, отдам. Оставлю для племяшки. Новые красивые туфли вишневые на шпильке. Сантиметров 11 на шпильк. Черные оставлю себе на шпильке. Там каблук пониже, сантиметров 7-9. А вот вишневые племяшки, наверное, отдам. Но она придет, я ей покажу. Если ей понравится, пусть забирает. Может быть, если сама не будет носить, может, сестре отдаст. Ну, я уж в таких мне точно ходить некуда. На такой шпильке в 11-10 сантиметров. Это уже явно не для меня. У меня так коленки болят. Одни оставлю черные на все случаи жизни. Мне хватит. У меня там на устойчивом каблучке есть коричневые туфли классные. Кстати, завтра буду перебирать. Может быть, сниму. Покажу, какие туфли я. Короче, всю обувь. В какой-нибудь день я всю эту обувь, наверное, достану. Ну, и покажу, сколько у меня пар обуви, этих туфли достану. Ну, сколько я вот помню. Вот вишневые, черные, коричневые. Ну, может, еще какие-то есть. Я просто не помню. Очень много совершенно новых, которые я купила, положила и ни разу никуда не ходила. Босоножки одни новые есть. Я их как-то вот года два назад купила. Тоже ни разу не надевала. Но я и там... Я думаю, что там даже есть такая обувь, про которую я просто не помню. Купила, положила и забыла. У меня такого браха полно. Короче, занимаюсь разборкой шкафов. Ну, все-таки какое-то полезное дело. Разбирать мне тут много, шкафов много. Там еще разберу сейчас в коридоре. В коридоре разберу, в прихожке. Потом перейду туда в комнату. Там целая стенка. Там еще разбирать и разбирать. На год хватит. Хочу все старье повыбрасывать. Ой, в общем, работа моря у меня. Хочу избавиться. А не хочу, чтобы какое-то ненужное шматье занимало место. Теперь, наверное, каждый год буду делать ревизию. И процентов 25-20 выбрасывать каждый год. Что-то барахло только место занимает. А новое класть некуда. Ладно, ребятушки, мне надо ужин готовить. Так, баклажанчик. Тут мой последняя луковица осталась. Почищу сейчас. Морковки у меня нет. Но муж пошел в магазин. Я обычно, когда жарю баклажан, тушу. Я туда лук, морковку добавляю. Я сейчас начну все это закидывать. Или уж дождаться мужа с магазина. Когда он придет, тогда морковку порежу и все закину. Потому что без морковки, ну, как-то надо хотя бы одну морковочку почистить туда. Наверное, тогда дождусь его с магазина. Потом буду баклажаны жарить. Вот такие вот дела, ребятушки. Всем пока. Ну, даже если я завтра не выйду в эфир, то я все равно что-нибудь поснимаю. Если разберу свое барахло, вот эту обувь в прихожке, я вам покажу, что я выбрасываю, что оставляю. Или вот эти платья. Ну, мне как-то жалко время на трансляцию. Во-первых, у меня нет прически. Я вот стриглась не помню когда. Месяца три назад волосы отросли. Прически на голове нет. Волосы тортят в разные стороны. Уже отросли. Некрасиво смотрятся. Поэтому. Ну, честно говоря, во-первых, мне жалко время тратить на трансляции. Во-вторых, или это во-вторых, а во-первых, мне особо нечего рассказывать, что вот хотела вам рассказать. Я вам сейчас рассказала. А сидеть час в трансляции, какую-то там чушь нести. Вот я не хочу этим заниматься. Я лучше, если завтра что-то полезное сделаю, я сниму видео и отчитаюсь. В магазин схожу, покажу, что купила. Я же вроде как на правильное питание перехожу. Постепенно. Что вам показать. Вот тут я сегодня гороховый суп сварила. Виноград еще не доели. Пшенку еще не доели. Вот сейчас будем есть пшенку с баклажанами. Там мясо осталось в коробочке чуть-чуть. В основном все продукты закончились. Яиц нет, молока нет, кефира нет. На донышке осталось. Единственное, что я купила, салат. Это китайская, пекинская капуста. Это что-то типа того, салат какой-то. Вот на этом надо мне налегаться. Вот это надо есть. Вот сделать салатик. Вот эту капусту с перчиком, с красным. Болгарскую зелень. И полить оливковым маслом. И ничего не надо больше. Вот помидоры, огурцы есть, яблоки, апельсины. Один остался. Потому что мы один сейчас съели. Вот салатики. Салатик самое то. Самая нормальная еда для меня. Ладно, ребяточки, всем пока. Закатов я вам наснимала предостаточно. Я думаю, что на сегодня хватит. Всем пока, не скучайте. Буду снимать полезные видео. Буду наводить порядок. В доме разбирать шкафы. Буду вам показывать, что выбрасываю, что оставляю. Короче, разборкой хлама занимаюсь. Всем пока, до завтра. Не скучайте, люблю, целую, обнимаю. Не обижайтесь на меня. Просто такая жизнь, что снимать нечего. Никуда не ходим. Вот хожу в лес. Вот лес снимаю. Больше пока снимать нечего. А так вот, скоро уже отпуск. До отпуска осталось. Недели три, наверное. У меня с 10 июня. Короче, две недели в мае. И там 10 дней. С 10 июня вот со среды у меня отпуск. Там полторы недели и тут две. Через две с половиной недели отпуск. Не знаю, вот у нас карантин в области Москвы до конца мая. Что будет в июне, не знаю. Хорошо, если бы всё это дело отменили. Разрешили бы хотя бы по стране передвигаться. Я бы хоть Башкирию к маме бы съездила, Белебей. И то дело полезное бы сделала. Потому что... Ну, дома сидеть тоже надоедает. Уже хочется куда-нибудь съездить. Я в прошлом году никуда не ездила. Ладно, всё. Пока-пока. Не скучайте. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока.